Между бабей и лиходеевкой. Я сходу все следы задавил. Следы следующие. Вот лоси ходили по берегу. И за ними Тяпчик пошел. Вот лоси, а вот Миша. Небольшой след-то. Божьи бежали туда, а Тяпчик пошел туда, навстречу. Ну вот, ионы. Да, больше ладони. Вот у него где кончается след. И вот копки. Вот так он и пошел. Тут-то я их и не видел сразу. А лохи, вот, да. Бежали туда. Или от меня побежали, или непонятно. Ну, следы свежие. Сейчас на носок туда. Если не объеду, то придется здесь тоже где-то карабкаться в гору. По ручейку, наверное. Ну что, там оказался тупик. Пришлось возвращаться. Тяпчика нигде не видать. Ну, когда тут на гору поднялся, навстречу мне шел. Где-то здесь должен быть. И лоси где-то должны быть. Вот, поднимался сейчас в гору, блять, груженый. Стремно. Она еще с кочками. Ну, короче, вот здесь вот на прямки залез. Блин, страшно. Особенно вот тут наверху. Самое такое место крутое. Вот, видно, что у нас это буксовал, дерн как рвал. Это реально страшно. Но залез. Полный привод сразу тыкнул по нижайку и пошел, 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 пошел. Первый привал, первая заправка. Буду кушать. Есть хочу. Вот она, эта губа какая-то. Куська или Иванова. Вот до нее еще только доехал. Блин, воды маленькие, не выпадки. Я тут все проскочил тогда по низу, по Куйпаге. А теперь по Куйпаге не получается. И вот в эти вот качкарники как залез. Епать ты. Еле, короче, я оттуда вылез. И ребята, которые 8 штук на квадриках ехали, тоже ехали по этому качкарнику. Тоже у них там все изрыто. Вот. Итого я сегодня проехал почти 38 километров. Ну, бак у меня был не полный, конечно. Четка не хватало. Ну, очень жестко. Такие кочки. Квадрик пытается кувыркнуться постоянно. Очень тяжело. О, руки какие. От ручек. Очень тяжело. Одному вообще с трем, конечно. Но еще километров пять, наверное, вот такого вот говна. Мне вот эту вот бухту бы переехать, пока Куйпаге. Но все равно было заправляться и кушать. Вот и добрался я до Лиходеевской землянки. Ну, вот эти ребята на квадриках тоже здесь ехали. Вот сюда видно. Вот, вот. Права, наверное, не знаю, крески, что ли, ехали. Тут переезжали. Я-то сейчас вверх поеду туда, на вездеходку. Такая вот земляночка. Вот. Четка маленькая. Ну, а я тем временем отправляюсь дальше. Доехала до избушки Лиходеевки. Что-то здесь с южных ветров я и ландшафт поменял конкретно. Диски эти носят волнами. Что-то как-то дождик начинается. Морось, вот избушка. Ладно, погнал дальше, пока вода не пришла. Слегка беда приключилась. Кувыркнулся на песке на бок. Сам вот катапультировался сюда в песок. Скинул канистры. Ну, жопа вроде ничего там. Сапоги только песка набрались, да пенка. Вот, короче, закопал бревно. Ну, блядь. Вот, закопал бревно, зацепился. И лебедкой подымаю. Уже практически встал. Лежал вот здесь вот. Сейчас мы еще чутка и... Ура! Ну, это мы сейчас поправим. Тут тоже, в принципе... А, вот сапоги у меня песка набрали. Так, в общем-то, вроде как потерь не видать. Ну, сколько езжу, первый раз перевернулся, блядь. Песок. Тут вроде плавненько, а там круто. Вон, видно. И как шел, так и на бок положил, короче. Ну, все, отцепляюсь, доеду дальше. Во в какое говно попал. Между скал. Тут вроде скалы. Тут скалы, а тут такая, бля, воничья какая она. Просто жесть. По самые подножки. Никак не могу до Погорельского доехать. Он уже рядом. Какие пляжи бескрайние. От Погорелого в сторону... Блин. Все завис. Как речка называется? Пуланья, во! Какие волны, где серферы все. Комарики запоявлялись. Барханы первые проскочил. Дорога идет по верху. Вездеходная, машинная. А я сейчас тут спущусь. Где-нибудь. Чуть подальше, наверное. И вот туда, до Нивы. У Нивы там еще, наверное, поснимаю. Вон ее там далеко видно. У тех барханов она. Вот и добрался я до памятника, до местного. А кругом такие пески. Шум прибоя. Чайки летают. Кто-то шел ко мне навстречу. Вот следы. Это не я ходил. Это кто-то шел. И туда пошел. Но почему-то он мне нигде не попал-то. Хотя я вот там на холмы выезжал. Непонятно. А вот еще одна тема. Свежие следы. Вот видно, что опять ходило то ли Нива, то ли... Что это? Может быть кто попадется по дороге? Ну, следы свежие. То есть либо УАЗик, либо Нива. Ну, скорее всего, это Нива. Вот я и закатил за речкой Хуланге. Там избушка. Машина Нива белая стоит. Подъезжать не стал. И вот яхта такая стоит с резинкой. Люди, видимо, здесь спят или что. Песок у меня еще есть. Ничего не сохнет. Солнца нет. И погнал я. Стою на верхнем переезде через речку Хуланга. Вот такая коса тут идет. Река. Блин, тут купился. Оп. Вот, переехал все на косу. Первое русло по косе. И вот сейчас стою как бы на самой реке. Воды в реке довольно таки мало. Дальше я еще не проезжал. Не знаю. Но я не думаю, что там глубоко. Вот. Ну, по крайней мере, тут нет таких вовлынов, как на Нижнем Переезде. Вроде не глубоко. Дальше надо чуть поглубже. Ну ладно, поехал. Доехал до избушки. Танасоник или как она правильно называется. Ну, сегодня крылья у меня устали. Хотя проехал я 60 с небольшим всего. Ну, дальше дорогой, конечно, улет. Только поливай и поливай. Зайду в избушку, посмотрю, что там интересно. Наверное, покушаю здесь. Вот так вот не могу. Большой коридор. Хорошая печка. Все привильно. Нары стол. Да, здесь я покушаю. Никому не посуда сидит. Сейчас я заправлюсь. Скипычу чай, покушаю. Ешь мальну дальше, допялиться. Вроде как дорога-то более-менее должна быть. По морю, по песку. И покачусь. Пакетик у меня заваривается. Мясо, хлебушек. Чай кипит. Классное место. Спасибо этому дому. Хорошая. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... 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 Вот Кетриал, блядь, катапультировался. Чуть было не было. Только, блядь, прыгнуть успел. Но он крепко стоит на ногах. Блядь, прыгнуть успел. Блядь, прыгнуть успел. Блядь, прыгнуть успел. Вот такие физкульт-упражнения. Ну а дальше, надеюсь.